Праздник весеннего равноденствия в Казаларде будут отмечать целую неделю. Каждый из семи предпраздничных дней пройдет под своим названием и тематикой. Например, первые два, Тарихи Тагалым и Наурыс Дэстур, посвящены истории и народным традициям. Городские власти запланировали десятки мероприятий. О них расскажет моя коллега Райхан Тажибаева. Она на связи со студией. Райхан, здравствуйте. Мы ждем появления моей коллеги. Вот она здесь, на мониторе. Райхан, здравствуйте. Здравствуйте, Лаура. Наурыс Жанару. Так называется сегодняшний день. В переводе он означает обновление или преображение. Смысл слова заложен во все мероприятия дня. Стартовал он с сельскохозяйственной ярмарки, которая позволила горожанам пополнить запасы домашних кладовых. Торговля развернулась в разных зонах Казаларды. Продукты по цене нежирыночной 15-20% представлены стабилизационным фондом хозяйственного Шилийского и Женокурганского районов. 45 груженных автомашин привезли более 56 тонн овощей, фруктов, мучных, мясных и молочных изделий на общую сумму 3838,5 тысяч тенге. Из тафеты у сельскохозяйственных производителей переняли организации и предприятия областного центра, приняв участие в акции по высадке деревьев на Урстал. Для озеленения центральных улиц, аллеи и скверов было закуплено свыше 2000 саженцев. И сегодня же в городе прошла акция чистоты. Рассказать о ней подробнее и о других мероприятиях мы попросили организаторов. Сегодняшняя акция это всеобщий городской субботник. Главная цель навести порядок к главному празднику Лос-Нугу-Олокена-Наурызу. Сегодня принимают участие все городские службы, все предприятия и жители города. В рамках данного дня у нас проходит акция Арда Герлер Гетахзам, где волонтерские отряды, молодежные организации помогают ветеранам по быту. Первой такую помощь получила ветеран труда Салиман Румбетова. Дружно, быстро и бодро бойцы молодежных отрядов прибрались в доме, привели в порядок двор и сад. В течение дня волонтеры посетят и других подшефных старцев. Впереди еще четыре предпраздничных дня. В эти дни проведут национальные спортивные игры, будут угощать национальными блюдами, посвятят духовному и культурному развитию. Завершится семидневный предпраздничный марафон 22 марта. В этот день на центральной площади города будет сооружен юрточный городок, пройдут тематические театрализованные представления и ярмарки. Лаура. Рахмет Райхан Тажибаева рассказала нам и показала о том, как проходит сегодняшний день в Казаларде. Продолжение следует...